Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. В последнее время на канале часто мы речь ведем о классических, о легендарных ножах. Так вот друзья, последним был БАК-110, рассуждали мы о его легенде. Так вот, БАК-110 в сравнении с этим ножом, ультрасовременный нож с ультрасовременным замком, с ультрасовременной сталью. История вот этого вот ножа Дук-Дук куда более давняя. Поэтому мне также становится интересно, что вот к слову БАК-110 всегда добавляется легендарный. А вот к слову Дук-Дук, ну максимум что могут добавить это классический. То есть по большому счету этот нож более старый, выпускается он с 1929 года. В свое время, во время расцвета этого ножа, я не думаю, что у него было меньше пользователей, чем у БАК-110. Нигде не написано, что это легендарный нож. Ну пишут, что классический нож устаревший. Но БАК-110 прямо легендарный. Ну я считаю, что это неправильно, потому что вот этот вот нож, ну он не менее легендарный, не менее классический. Но почему-то его легенду никто не раскручивает. Ладно, друзья, сегодня мы с вами посмотрим на обзор этого ножа, посмотрим на тесты. Поехали! Разработал этот нож Гаспар Коне, хозяин маленькой фабрики, производившей столовые приборы в 1929 году. В продаже нож появился в 1930 году. Изначально планировалось продавать этот нож в Меланезии. Меланезия это совокупность островных групп в Тихом океане. Расположена Меланезия к северо-востоку от Австралии. Но дух возмездия, вот он собственно изображенный на одной из плашек ножа, ну собственно на его рукояти. Вот этот самый Дук-Дук, который и дал название этому ножу. Не вызвал желания у суеверных меланезийцев покупать этот нож. Поэтому Гаспар Коне стал продавать этот нож в африканских колониях Франции. А чуть позже и в Европе. У аборигенов самые различные легенды об этом ноже ходили. И то, что из этого ножа делали копье посредством сплющивания вот этого вот ограничителя. Ну то есть сплющили, а нож превратился в фиксит. Ну действительно можно изготовить из него копье. Где-то этот нож стоил целого верблюда, где-то его просили в качестве выкупа за невесту. Но мы не будем разбирать легенды, а посмотрим на этот нож более пристально. Также хочу вам сказать, что этот нож мне предоставил мой друг Миша Ленинград. Еще он продает ножи Апинель, Море, Дук-Дуки. Ссылку на него и на его группу ВКонтакте я оставлю под видео. Вес ножа в сложном состоянии составляет 66 грамм. Толщина 6 миллиметров. Длина в сложном состоянии без учета антабки 110 миллиметров. Кстати, антабка служит для того, чтобы дополнительно фиксировать клинок в сложенном положении. Ну, если кому-то это нужно. Я покормлю животное и мы с вами продолжим. Нож изготовлен всего из пяти деталей. Клинок, два пина, антабка, рукоять, пружины. Во! Какой стих клевый! Лайк за стих, ребят, сразу. Ладно, давайте по ношению. Потому что современные ножелюбы, ножелюбы, подобралось слово политкорректней, скажут, а как же его носить без клипса? Ну, это же неудобно, он же будет вываливаться, выпадать. Нож же должен на быстром доступе. Как я буду носить его в своих обтягивающих джинсиках? У меня есть решение. Вот такой вот подвесик от Victorinox. Он, соответственно, на ремне висит. Ну, и нож вот так вот подвешиваете. Он в кармане свободно болтается, никуда он не денется. И достаточно удобно. Есть и второе решение. Вот такая вот клипса. Принцип ношения точно такой же. Вообще Victorinox это мое проклятие, потому что, чтобы я ни обзорил, в комментариях люди все равно напишут, что Victorinox лучше. Ладно, друзья, это ваше дело. Я вас всех уважаю, люблю. А давайте по качеству поговорим. Вот, посмотрите, тут у нас обух не обработан. Нож изготовлен грубо, но при этом качественно. Все-таки это предмет, который изготавливался достаточно массово. Давайте для тех же самых ножелюбов посмотрим, что у нас с клинком. Клинок-то не по центру. По центру. Оп, не по центру. По центру, не по центру. Магия! Ну, в общем, ножелюбы наверняка не купят такой нож. Ну, и давайте не будем больше о них говорить. В общем, нож изготовлен грубо, но при этом достаточно качественно. Поэтому люфта, опять же, в этом осевом пине нету никакого, никаких проблем. Пружинка. Ну, тут, наверное, плохо ее будет видно. Она у нас внутри. Она удерживается за вот этот вот пин. Как бы обнимает его. Ну, вот, вы видите. Ну, а тут она свободна. И это плюс, то, что нету в ней такой вот заклепки посередине, отверстия. У меня, в общем-то, есть такой вот венгер. Ну, соответственно, на нем пружина, тут она просверлена. И это сыграло злую шутку. Пружина лопнула. Вот, видите. Кстати, прикольный такой одноядничек. Почему Викторинокс не стали его выпускать в линейке для... Черт, опять! Опять мое проклятие, это Викторинокс. В общем, пружина тут надежная. Она внутри корпуса. Она ничем не ослаблена. Даже если она лопнет, руку она никак не травмирует. Длина клинка 92 миллиметра. Длина лезвия 85 миллиметров. Многие обзорщики путают понятие клинок и лезвия. Так вот, лезвие это заточенный край ножа, представляющий собой ребро с острым углом сопряжения поверхности. То есть, вот клинок, а вот лезвие. Не надо путать. Толщина по обуху 2,6 миллиметра. Давайте посмотрим на надписи. Тут у нас название ножа. Дук-дук изготовленного во Франции. Эта краска, она соотраётся. Тут у меня следы использования. Прямые спуски, тонюсенькое сведение. Обалденный рез. Но тут есть такой интересный момент, как сталь. Она углеродистая. Такая достаточно неплохо она пружинит. О, посмотрите. Неплохо она пружинит. А теперь я скажу вам её твёрдость. 53 единицы по роквеллу. И те самые нажимания, о которых мы уже упоминали в этом видео. Сейчас. А, фу, какая гадость. Вы убери, скорее. Это же не сталь. Это какая-то бумага. Ну, давайте я вам даже вот сюда положу. Зиночка. 62 и 53. Вроде бы разница в 10 единиц. Но в практическом использовании, я вам могу сказать, положа руку на сердце, я вот этим ножом резал продукты, что-то строгал. Ну, какие-то повседневные задачи вот эти вот. На даче в городе что-то я резал, делал с большим удовольствием. И я не знаю. Вот я отрезал яблочко, сделал бутерброд. И после этого у меня нож не перестал резать, не полностью он затупился. То есть я резал этим ножом без каких-либо проблем. И, в принципе, удержание режущей кромки. Ну, не знаю. Может, вот этот вот дух тут еще у нас есть. Вот этот вот, собственно, дух возмездия. Может быть, он как-то заколдовал этот нож, что ли? Ну, давайте вот сейчас малость отойдем от ножеманов. И вот поговорим все-таки. Люди в свое время эти ножи использовали. Они во многом были безальтернативные. Они использовали его и для разделки дичи на охоте, и для каких-то строганий, хузбит работ. И им хватало этой заточки, этой стали. Ну, почему сейчас людям может не хватать? Ну, вообще, мне кажется, что вот эти современные стали притянуты во многом за уши. И они могут себя раскрыть полностью только на канатных или войлочных тестах. Больше практической пользы от этих стали, в принципе, никакой. Абсолютно никакой. Вот да, вот если резать войлок и канат на камеру... Такая эта чушь вообще... Да, если резать войлок и канат на камеру, то, конечно, надо порошок. А если просто использовать нож в обычной повседневной жизни, то при любых работах вам хватит этой стали. Людям хватало почти век назад этой стали. А вам-то почему не хватит? Ну, и создатель, опять же, Дук-Дука, он не думал о современных нажиманах. Он думал о бобоигенах, которые могут взять любой камешек и без проблем подправить этот нож. Достаточно сбалансированная сталь. Вполне хватает ее для работы. И нету в ней какой-то пластилиновости, грамотная термообработка. Для всех работы ее хватает. При этом она еще и легко правится. Кроме этого, она склонна к коррозии. Да ты что уже поела? Сколько можно-то? Посиди сейчас. Сейчас их... Вот, посмотрите, тут у меня потемнение на клинке есть. Тут небольшой питинг. Ну, то есть сталь требует ухода. Но, опять же, 53 единицы порогового вас не должны смущать. Твердость вас жена только для резких каната, для резких войлоков. Во всех остальных случаях, вот такие вот супертвердые стали, это больше удовольствия. Не смущайтесь. Нормальная сбалансированная сталь. Рукоять складного ножа, это всегда поиск компромиссов между компактностью и удобством использования. Ну, и тут, по большому счету, упор сделан именно в компактность и в удобство ношения. Тоненькая рукоять с острыми краями. Ну, тут есть и плюс по сравнению с такими вот современными рукоятями открытой конструкции. Тут у нас спинка рукояти закрытая, и к ладони это более удобно. Пальцы же все-таки рукоять будет наминать. Но все-таки за счет своей формы она удобнее, чем рукоять на хиганаками, где она более прямая такая. И кроме этого, нож куда более безопасен в использовании за счет того, что имеет фиксатор. Ту самую пружину, слеп джоинт. Потеряла ли она актуальность? А что она потеряла актуальность? Вы что, складным ножом, который предназначен на секундочку, чтобы резать? Вы что им собираетесь делать? Даже если вы что-то и не сделаете такое, что у вас начнет складываться клинок, он просто вот в таком вот промежуточном положении зафиксируется, и дальше он у вас не пойдет. Вот это достаточно надежно, достаточно круто. При складывании также сначала довели нож до такого положения. Убрали все пальцы, потому что если вы не уберете, у вас просто не останется пальцев. Пружина очень мощная. И потом сложили. В принципе, можно сказать, что достаточно надежная система фиксации, которая не потеряла свою актуальность и в современное время. Тесты. Режем свининку с большим удовольствием. Достаточно удобно. Ну, длины клинка немного не хватает для такого толстого шмотка свинины. В остальном же прекрасно, безо всяких проблем. Лучок порежет. Картошку почистит. Ее же порежет. И еще и сам пожарит. Отличный нож. Строгание ножом. Это даже как-то зажигательно. Мне вот хочется включить какую-нибудь танцевальную музыку и строгать вот эту музыку. Это можно сравнить с танцем. Но он действительно так клево строгает. Посмотрите, какая щипа вылетает. Пожалуй, по строганию этот клинок очень удобный. Один из лучших ножей. Кстати, вот в эти выемки на обухе клинка, такие фигурные, удобно палец второй руки положить, чтобы что-то на силу продавить. Ну, сейчас вы увидите. Сейчас я вам покажу. Вот, вот. Палец удобно в них ложится. Кстати, в практическом плане это весьма удобно. Можно деревяку торцевать вообще безо всяких проблем. Что вдоль, что поперек. Вообще классно, классно строгает. Обалденный нож. Это надо просто почувствовать. Да, действительно. Вот это Дук Дук, ребят. Вот это настоящий рабочий складик. В заключении хочется сказать, что бывают ножи Дук Дук поменьше и побольше. Этот средний, наиболее распространенный. После успеха ножей Дук Дук появились аналоги. Это знаменитый Меркатор. Очень о нем мечтаю. Надеюсь, когда-нибудь у меня на канале появится. Также в СССР были ножи подобной конструкции. И кроме этого, Дук Дук стал прообразом такого ножа современного, как Cold Steel Pocket Bushman. А вообще, хочу вам сделать выводы. Этот нож сделан для того, чтобы заставить плакать ножеманов. Покупаете такой нож. Идете на тусовку ножеманов. Они вам начинают рассказывать про легенду Сибензы, Спайдерка, какого-нибудь Страйдера. А вы рассказываете, как обоедены с этим ножом охотились на Гиппопотама. Они начинают вам про суперсталь. Вы, смотрите, берете, достаете жвачку и с помощью вот такого пружинистого клинка запускаете жвачку наиболее активному рассказчику про суперстали в лоб. И пробуйте его повторить то же самое с его ножом из суперпорошковой стали. Он либо сломает острие, либо у него просто ничего не получится. Начнут эти ножеманы рассуждать о кликсе. Вы расскажете, как с помощью вот такой вот антабки вы придумали тысячу способов, как можно носить этот нож. В результате ножеманы понимают, что их современные ножи полная ерунда. Бросают ножи, начинают пракать, убегают в кусты. А вы идете с довольным видом домой. Вот такое видео вообще нестандартное, разговорное со стихами, с шутками, с пребаутками. Я не знаю, но скорее всего дизрайков будет много. Но если вам по душе такие унылые обзоры, как суперсталь, клипса, рукоять, ну, идите на другие каналы. Ну, а те, кто со мной, подписывайтесь. У нас впереди много интересного. Надеюсь, вам понравился обзор такого формата. Оцените все в комментариях, пишите мне добрые комментарии, ставьте лайки. Это все меня дико стимулирует. Вы вообще, ребята, такие большие молодцы. Я желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание и до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!